А вот то, что Швеция и Испания уже дали сигналы о помощи, что невозможно останутся площадкой, если у нас не выйдет, это что означает? Это просто дежурное плечо или все-таки там настроены к тому, что в Украине ничего не получится и проводить надо будет где-то в другом месте? Вот именно о настроениях сейчас спрашиваем, не более того. Смотрите, я на 100% уверен, что будет в Украине. Президент уверен, что на 100% будет в Украине. Поэтому я думаю, что это, безусловно, предмет для разговора с Европейским вещательным союзом. Но в данной ситуации эти страны, которые об этом заявили, это так называемые страны большой пятерки. Потому что в случае, если что-то пойдет или может пойти по мнению Европейского вещательного союза не так, они могут быть, так сказать, запасными площадками. Но я рад, что у них есть такое желание. Я сам получил пару смс от министров других стран, которые были как минимум в пятерке среди тех, кто участвовал в Евровидении. Но мы об этом не говорили. Они, наоборот, предлагали помощь в организации в Украине. Поэтому они тоже настроены положительно. И тут же важный момент такой. Никогда, если я правильно понимаю, в истории не было такого большого количества баллов, которые получил Калуш от зрителей. Фактически все европейцы показали свой знак солидарности о том, что первым этапом победы в нашей войне будет победа на Евровидении. Это круто. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова